Здорово, братишки! А можете вот этим местом так вот синхронно поиграть, нет? Ой, как клёво! Бойтесь, розы! Здравствуйте! Я Лариса Бузеева в эфире «Давай поженимся». Привет, девчонки! Я сейчас за кулисами посмотрела на нашего жениха. Жених, я вам скажу, впечатляющий. А бороться за его могучее тело пришли сегодня активная Ирина, спортивная Наталья и душевная Татьяна. Давайте сначала на жениха посмотрим. Здравствуйте! Меня зовут Павел, мне 31 год. Пришел сюда на передачу, чтобы найти свою вторую половинку, красивую, интересную, а самое главное – спортивную. А поможет мне в этом мой друг Олег. Здравствуйте! Проходите. Павел, 31 год. Его первая девушка чрезмерно выпивала и флиртовала с другими парнями. Вторая любила скандалить и подолгу обижаться. Павел – индивидуальный предприниматель в сфере ресторанного бизнеса по образованию юрист. Занимается боевыми единоборствами. Всегда достигает своих целей и мечтает купить квартиру на набережной. Предупреждает, что никогда ни перед кем не отчитывается. Павлу не по пути с ленивой, пассивной и глупой девушкой. Его избранница обязательно должна заниматься спортом и следить за своей фигурой и никогда не жаловаться на широкую кость. А на чьи широкую кость-то и на какую кость-то она должна не жаловаться? Ну, в первую очередь, наверное, на свою. Ты знаешь, отмазка такая есть. Когда ты полнеешь, ты говоришь, что я не полнею, такая широкая кость. Это на клетку, я этого не слышала никогда. На клетственность еще, но на нее любят пенять. То есть вам нравятся такие девушки поджарые, спортивные? Конечно. Ты и так девушка хрупкая, но на его фоне будешь смотреться вообще, мне кажется. Димочка такая. Димочка. Статуэточка. А цветы-то для кого принесли? Для нас или... А цветы, Ларис, это для вас, конечно. Да, ну спасибо. Это каждый раз приходится как-то не выкрашивать. Спасибо. Из ваших рук хоть полынь. Ну да ладно, цветами. Трепещий роза. Сейчас к нам придет обращик красоты и брутальности Стас Костюшкин. Здравствуйте. Привет. Кстати, Ларис, со Стасом мы очень плотно поработали на больших гонках. И я не только лицезрела его потрясающе. Не пугай дальше, не надо. Нет ничего ужаснее, когда пожилые женщины пристают к красавцам. Было такое, Стас? Да, но это я приставал просто так, чтобы... Вот так-так-так. Парни, вот перед нами Павел. 31 год. Прекрасный. На что ему сегодня стоит обратить внимание при встрече с девушками? Ну, кроме, я поняла уже, ухоженности и ее любви к фитнесу, да? Ну, конечно. Обязательно. Ну, желаемо, скажем так, да. Потому что, ну, все-таки, интересы должны быть общие. То есть, девушка, которая, ну, как-то не следит за собой, она вряд ли поймет, то есть, мое стремление быть в зале, опять же. Ну, детальку можно? Ей тоже прямо нужно будет ломаться там по три часа, как и вы это делаете? Да нет, ну зачем? А вот та девушка, с которой у вас были длительные отношения, она во всем соответствовала вам прекрасному? Если бы она во всем соответствовала мне, ну, я бы, наверное, не сидел сейчас здесь, потому что, ну, это была девушка-праздник, девушке хотелось шумных компаний, девушке хотелось каких-то увеселительных заведений. Господи, а где вы ее нашли? Мы были бывшими, ну, мы были коллегами. В спортзале. Нет, к сожалению, по работе. А ну, она занималась так же, как и вы, фитнесом? Ну, она посещала, но крайне редко. С таким тренером я бы быстро накачала свое тело. Ну, ты готова там 24 часа в сутки проводить? Ну, если он будет присутствовать со мной рядом, находиться туда. Значит, она была такая девушка-праздник. Да. А кто ей праздник этот должен был создавать? Вы или она сама? Вот такая была затейница. Ну, когда мы уже стали изначально общаться, потом уже какой-то период времени мы жили вместе, естественно, как от своего мужчины, этот праздник она хотела видеть от меня. Мы были молодыми, у меня были розовые очки, причем от таких вот размеров. Естественно, я старался максимально как-то доставить своей девушке приятное, доставить удовольствие. Но в какой-то период времени все-таки эти очки, опять же, благодаря моим друзьям, благодаря моим родным, они с меня их сняли. Ну, и я увидел реальную перспективу. И выяснилось, что вы принимаете на грудь штангу, а на полстакана. Это, в принципе, да. Я просто увидел свои дальнейшие перспективы, что ничего хорошего, ничего какого-то долгого, да, и, в принципе, обоим полезного в этих отношениях не будет. Ты готова стимулировать жениха? Я готова создать ему праздник, да, чтобы у него был стимул. А вторая девушка тоже любила принять? Нет, там немного другая ситуация. Девушка создавала проблемы, известные только ей самой, свято в них верила. И потому, скажем так, меня в этом... Ты же сумасшедшая, что ли, была? Да вряд ли сумасшедшая, наверное. Диагноз никто не ставил. Ну, пограничный такой вариант. Ну, по крайней мере, как мне потом, опять же, сказали мои товарищи, мои подруги, скажем так, да, девушки, это была болезненная влюбленность. Ну, вот хорошо, будто у вас интересы с девушкой, там, фитнес. А еще что? Что у вас вот... Лариса, а можно вот, извини, уж перебил тебя, у нас просто видео есть, ну, уж понасладиться-то. Ну, давайте, для Розы, посвящаем Розу. Здравствуйте, меня зовут Павел, сейчас утро, и традиционно она начинается со спортзала. Пять-шесть раз в неделю тренируюсь. Это как тренажерный зал, так и боевые единоборства. Два, разверну, скрыл, скрыл, скрыл. Не, ну, понятно, конечно, что проводить время с такими парнями лучше, чем с дрещами. Это же к бабке не ходи. Он будет долго жить. Хорошая генетика, кстати. Ну, я все-таки, пора давать общность интересов. Вот у вас была та барышня с шестилетним ребенком? Была. А вы ребенку время посвящали? Вы его к чему-то, как бы, приобщали, нет? Я с этим ребенком старался сходить туда, куда со мной ходили родители, да, соответственно, отдать его в секции. В принципе, у меня это получилось, то есть ему понравилось. А какие тогда были претензии девушки по отношению к вам? Она ведь даже вам дверь однажды не открыла, что потом, впрочем, и закончила ваши отношения. Да, в принципе, была такая ситуация. Ну, знаете, наверное, связано, вот оглядываясь на прошлое, сейчас уже с более-менее трезвой головой, было, наверное, какое-то недопонимание, которое она возвела, ну, в ранг, наверное, личной обиды, причем достаточно существенной. Хотя никакой подоплеки к этому я, в принципе, не видел тогда, не вижу и сейчас. Ну, я так поняла, у жениха вроде как за плечами не было никакого брака, не было детей, как бы, ну, нас бы и дети не смутили, да, но когда все-таки нет детей, все намного проще. А мы вот сейчас с Астасом поговорим, потому что у него богатейший опыт. Астас, у вас третий брак? Да. Скажите, а вот сегодня вы уже взрослый парень, да, можете поделиться, вот какие ошибки совершали? У настоящего мужика есть одна ошибка, одна, на ней, в общем-то, мы все спотыкаемся в самом начале, лично моя. Я иногда понимаю, что женщина не моя, и что мы с ней, я не говорю, что она хуже, лучше, может быть, я хуже, я говорю, не моя. До брака. Но дело в том, что я до этого момента уже столько наобещал, я наобещал и брак, я наобещал и детей, и дома, там, и все, я все пообещал. И как ты сейчас мне скажешь, ты знаешь, дорогая, ну, мы нам с тобой не по пути. Я реально два раза не смог сказать этого, а мне надо было это говорить. Но ты будешь вообще обращать внимание, прислушиваться ко мнению вот нашего звездного гостя? Ну, конечно, буду. Я думаю, он тоже может оценить, основываясь на свой опыт жизненный, оценить человека. Я вас помню совсем мальчишкой, когда вы только начинали, и у меня Георгий был сын маленький. И я помню одну единственную строчку, вот из вашего раннего, и мы с Георгием все время ее пели. Понимаете, что-то у вас такое было? Я не забуду... Ой, самая, да, да, первая песня. А можете, можете напеть, вот просто куплетик. Это моему сыну прямо привет. Просто надо вспомнить еще. Ну, ходи несколько строчек. Я не забуду соседям звон батареи, я не забуду, да? Я не забуду, я не забуду... Там все повторялось одно и то же. Слова идут, я кроме меня не забуду, тоже больше ничего не помню. Да, спасибо большое. Не забыл. Прям вот три богатыря такие. Посерединке я бы не сказала, что богатырь. Но эти два так точно. Паш, вот смотрите, вот вам сейчас 31 год. Ну, сколько еще вот таких активных занятий? Все-таки подустанете. И девушка, если будет, да, уже тоже такая взросленькая. Ну, позанимайте. А что потом? Сейчас придут три девчонки, три индивидуальности, три личности. Если она всем будет хороша, она скажет, Паш, ну, прости, это твой выбор. Но есть другие достоинства? Я согласен абсолютно. И она каким-то другим способом будет поддерживать форму. И вас будет это все устраивать. Не вопрос. Я, знаете, есть такой термин невежество. Не следить за своим телом, это тоже элемент невежества, опять же. То есть почему-то, если человек пишет неграмотно, все его осуждают. Если человек не посещает, допустим, хотя бы раз-два в неделю спортзал, на этом можно найти... А не слишком ли много про тело? Вот что кроме тела? Чего вы от брака-то ждете? Могу я добавить просто Пашиному высказывание Амар Хаяма, который сказал, Господь дал нам здоровое тело, и вернуть его надо в том же состоянии. Смотрите, опять про тело. Всем зал, всем зал, всем зал. А чем как мужчина вы интересуетесь по-настоящему? Не только вот наращиванием мяса, а что кроме этого? Здесь я, по крайней мере, судя по вопросам, я понимаю, что сложилось чуть превратное мнение по поводу моих занятий спортом, что 5-6 раз в неделю мне пока не для кого уделять мое свободное время. Поэтому пока есть возможность, я занимаюсь спортом. Смотрите, еще что бывает, Паш, вы женитесь на прекрасном теле, женщина рожает, и не все мгновенно приходят в форму. То есть вы это понимаете, что для этого нужно время, потому что очень многие браки, кстати, распадаются, потому что мужчина начинает вести себя как одноклеточный. Ни в коем случае. Стас, я абсолютно с тобой согласна по поводу тела. Во-первых, это цивилизованно за собой следить. Ну, конечно, никому не хочется смотреть на... Я хочу сразу добавить к вашему то, что вы говорили. Я жене своей объяснился в любви, Юлечке, которая 10 лет уже в браке, объяснился в любви, что она меня не может простить до сих пор. Да, момент она, момент именно. Когда мы... Вы знаете питерскую погоду, вот это когда вот все опускается. Она прихватила гриб, лежала в доме, больная, вот синего цвета, зеленого. Я сделал ей какие-то там лекарства, мед, чай принес. Говорю, ты понимаешь, говорю, вот когда ты красивая, каждый дурак скажет, что он тебя влюблен. Но вот в таком состоянии только я могу тебе приложить руку и сердце. Это манипуляция. У жениха спортзал, достаточно много отнимает времени. Также у него ресторанный бизнес, который... Да, у него будет время на меня. Да, найдет ли он для тебя время? К вашему такому потрясающему, божественному телу квартирка прилагается? Ну, конечно. Я родился, вырос в Москве. То есть вы москвич? Конечно. Извините, а у меня что-то тут написано, что у вас нет. Вы планируете только взять и потиху? Я планирую купить дом на набережной. Для меня до сих пор какая-то такая вот мечта. А вы жену-то куда привезли? Да ладно, про ваши мечты мне неинтересные. Это жене будете рассказывать. Где вы живете сейчас? На данный момент, улучшая свои, скажем так, жилищные условия, временно приехал к родителям и собираюсь увеличить площадь. Роза, не надо чморить жениха. И невесту же не надо. А то у нас сердечко слабенькое. Мы не дадим в обиду невесту. Я хочу, чтобы вы встретили ровню, потому что у них уже нет, когда в семье идет борьба. Например, вы ее постараетесь задавить своим торсом, а она вас интеллектом. Ну вот, чтобы все-таки было сбалансировано и вровень. Да? Будете со своей только счастья. Мы же стараемся. Борьба не надо. Должна быть гармония между телом, интеллектом и душой. У вас Венера, показательница любви в гороскопе, расположена таким образом. Она связана с такой звездой, которая символизирует бессмертие. Это полукс. Вот ваша женщина, она должна быть с одной стороны внешне очень мягкой. Я вам спортсменку не желаю. Но ту, которая будет внутренне несгибаемой, фактически бессмертной. Потому что, я думаю, ваши бывшие девушки знают, что вас переспорить и переговорить сложно. И переубедить вас очень сложно. Вот в ней должно быть достаточно мягкости, чтобы принять вашу точку зрения, но чтобы и свое отстоять тоже. Ира, ну я думаю, что он нам по плечу. Мы не ударим в грязь лицом. Я думаю, тоже. У нас есть общие темы. Да, есть общие темы. И он будет за нами тянуться. Давайте так теперь в процессе знакомства с невестой. Будьте активны, задавайте вопросы. Стас, а уж вам-то просто необходимо задать эти вопросы, потому что обмануть вас невозможно. Опыт у вас богатейший. Поэтому помогите просто младшему товарищу. Обязательно. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии «Павел». Встречайте первую невесту. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Меня зовут Ирина. Добрый день. Павел. Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча окажется теплой. И она, наконец-таки, растопит наши сердца. Будем надеяться. Это вам. Спасибо. Спасибо. Проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Ирина. Ирина. 27 лет. Окончила институт МВД. Работает менеджером по продажам геодезического оборудования и электротехники. Летом подрабатывает в мото-такси. Увлекается гитарой и сноубордом. Мечтает стать владелицей ночного клуба. Предупреждает, что ее собачка всегда будет спать в ее постели. Ирина пережила два серьезных романа, но каждый раз убеждалась в несерьезном отношении к себе. Уверена, что Павла семейная жизнь не испугает. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Кто кого переглядит, называется. Теперь я буду вопрашивать цветы. А что это у нас за цветочки? Да. Я хотела вручить вам сюрпризы от нас. Ну, как она себя описала, она, конечно, увереннее в себе чем-то. Или она перед камерами растерялась. А правда с собачкой спите? Правда? Я думаю, в этом ничего такого нет. Гадость какая-то. Ужас. А зачем? И с одной мисочкой завтракаете? Нет, собака может спать и на своем месте. А вот когда муж скажет, ша, нет, она же уже объявила, что собачка будет с ними спать всегда. Вы знаете, мужчины обычно это считают очень несексуальным. Я думаю, что мы можем сейчас спросить у мужчины. Мало того, я тоже считаю это очень несексуальным. Я тоже так думаю, если мужчина сможет поставить собаку на место, то он сможет поставить на место и меня. Да, должен быть характер. Смотря, давайте так, третьему в постели в принципе не место. Не, мне придется переучить. Кого? Мольку. Не спать надо. Скажите, а в чем проявлялось неуважение по отношению к вам, вашего бывшего? У меня вообще было два серьезных, так скажем, романа в моей жизни запоминающихся. Первый роман был связан с тем, что была болезненная любовь у парня ко мне. Он постоянно меня добивался, вызывал у меня жалость к себе, пробивал меня на чувства. И при этом был необыкновенно скуп. Очень был скуп, не водил ни в кинотеатры, ну может быть раз в год. А тогда каким образом он вас добивался? Я понимаю, что когда тебе дарят подарки, тебя куда-то возят путешествовать, сюрпризы. А тогда чем добивался? Кулаками? Нет, добивался всякими различными историями. Якобы его там занесло, в кувет снесло, пожалей меня, у меня нога болит. И в общем эти истории повторялись раз в раз. Я поняла, что человек очень много придумывает и надумывает. Что у него родители уехали, он тут один остался бедный, пожалейте меня. А жены не было? Жены не было у него. Сколько лет жалели? Ну в 18-е где-то такие серьезные отношения начались, до 23-х. А что добило, когда уже даже нажалось, не оставалось сил? Такая ситуация случилась, что я просто пошла со своим другом в кинотеатр. И он случайно узнал в этой ситуации информацию, что я пошла в кинотеатр со своим другом от моего брата, так как они хорошо очень общались. Максим меня сильно заревновал. Он ничего не сказал, еще месяца два мы с ним простречались, и после этого он резко меня бросает. Конечно, для меня это шок, он же всегда за мной ходил, бегал, и тут для моего статуса как-то это так. А значит вы с ним встречались, чтобы статус поддержать? Возможно, да. Не знаю, может быть уже привычка. Я не могу сказать, что это была такая глобальная. Нет, это была настоящая русская любовь. Лариса, сегодня выгляди просто сногсшибательно. А второй был такой же скупердиот? Второй молодой человек? Нет, наоборот. Полная отдача была от него и постоянно. И фильмы, и кино, и мы ходили в рестораны. То есть возможно даже каждый вечер после работы он меня встречал, мы шли с ним в ресторан. Он не скупой человек, нет. Тогда что было не так? Всегда он встревал, какой-то в ступор заходил, когда я ему задавала вопрос. А как ты видишь наше будущее? Какое свидание было? На второй неделе знакомства? Нет, не на второй неделе знакомства. Я задала этот вопрос через полгода. А до конца предложение успели договорить? Его не сдуло, нет? На втором слове. А вот я прямо сейчас такой вот блиц опрос. Вот сидят трое парней. Именно так и было. Сдуло. А вам как эти вопросы? Вообще как инициатива, когда девушка первая начинает о будущем? А вы обратите внимание на девушку, которая пришла и сразу подарила вам цветы для того, чтобы на себя как бы ваш интерес прямо сразу... И, кстати, покруче, чем жених. А, да, я все еще июня. Сразу же. Хотя, конечно, можно было что-то жениху подарить, так чтобы тоже... Стас, ну так и все-таки, если серьезно, я не представляю, как первое сделать предложение парню, как намекать, как задавать такие вопросы. Ну, это твоя профессия. Как вам вот в ситуации? Или не переживали такого в жизни? Чтобы женщина мне делала предложение? Ну, не то, что предложение. Говорит, Стас, а что у нас дальше? Я не вижу перспективы через полгода. Когда на моем пальчике колись? Знаете, мне кажется, в любви, да, как и в любой там сонате трехчасов, должна быть там разработка, прелюдия, что-то. Все должно идти постепенно. Мы не можем перескочить, ну как вот в кино, с первой серии сразу на тринадцатую, да? Должна быть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Здесь есть серии, это сериал. Поэтому перескоки вот такие, они сразу дают недопонимание. Я думаю, то, что вы чуть-чуть подгоняете, конечно, здесь невозможно понять, что вы хотите. Вот в данном случае лично я бы немножко бы испугался, почему так резко. Да, я могу принять решение, могу, может быть, там сто раз в первое. Но я себя плохо чувствую при этом. То есть, получается, я через себя переступаю. Теперь как по поводу вашего досуга? На что тратите время свободное? Ну, мой досуг такой экстремальное хобби. Я люблю очень сильно мотоциклы. Вообще у меня мотосемья. Вот я знаю, что мототакси какой-то, да? Да, есть мототакси. А такое есть такси? Конечно, чтобы в пробках не стоять, да. Да, открыл мототакси мой отец. А у нас вот есть видео. Я даже первый раз про такое мотоциклы. Давайте посмотрим. Это мои мотоциклы. И сегодня я поеду на нем. Этот мотоцикл весит 185 килограмм. И разгоняется за 2 секунды до 100 километров в час. Я очень люблю прокатиться по прохладной вечерней Москве. Только, к сожалению, до сих пор у меня нет второй половинки, которая смогла бы со мной всю эту прелесть разделить. А вот, собственно, и любовь. Я надеюсь, что это чувство ты разделишь со мной. Ну, ты не думай, что мотоциклы – это мое единственное увлечение. На самом деле у меня есть еще и другое, более забавное увлечение. Это на долгие времена, наверное, увлечение. Это моя собака. Лайки. Сейчас модно. Сейчас все едут на мотоциклах, поэтому неудивительно. Ну, это удобно. Поэтому пробки. Это как хобби сейчас у всех. Ну, мне кажется, вы прямо монтируетесь сходу. Правда, Стас? Вот как-то вот видно. Я считаю, что жизнь должна быть насыщенной, интересной и гармоничной. Она будет, если вы сюрприз покажете. Обязательно. Но мне надо переодеться. Ну, он напряжен, посмотрите, он так, да? Он же вспотел, посмотрите. Не стесняйся, Паша. Он нервничает, такие жесты. Невеста готова. Давайте посмотрим на сюрприз. Мне кажется, он сейчас в каком-то шоке. Он вообще. Смотри. Спасибо большое, Рин. Спасибо. Впечатляюще. Проходите в свою компу, ребят. Цветочки не забудьте. Ваше впечатление о невесте? Значит, впечатление такое. Она, конечно, безусловно, очень умная девочка. Знает, чего хочет. Завидел. Да. Судя по танцу, она пока не умеет расслабляться. Вот, сможешь ли ты раскрыть то, что там внутри ее есть, это, в общем-то, от тебя зависит. Но есть одно великое достоинство, которое я заметил в ней. Она идет к своей цели. И это видно, что ей не безразлично, что сейчас будет, и она достигает своих целей. Нас хвалят. Вы понравились. Большой плюс. Ну да. Знаешь, что меня смутило? Меня смутил танец. Вот тут момент такой. Почему? Потому что я люблю... Потому что танец дурацкий, и делать она это не умеет. Потому что это все, это не ее. Жена профессионально танцует, уже есть некая картинка, и когда режет... Это важно, ребята, это важно будет потом... Лучше бы не танцевал, не секс. Потом в постели. Знаете, не в постели дело, есть неадекватная самооценка. Если она с этим танцем вышла, значит, она себя видела прекрасно. А мы увидели нечто другое. То есть вот до этого все было вообще замечательно. Мы не претендуем на звание танцоров. Самое главное, что было от души. А мы сейчас Пашу спросим. Для вас была важна органика в этом танце или наплевать, что она как буратино? Органика мне важна не только в танце, в принципе. То есть я, скажем так, наверное, сделаю скидку на обстановку, на какую-то сжатость. Но с другой стороны, на самом деле, общий интерес это есть. То есть мне кажется, она неуживчива. Мне кажется, что с ней будет при всех ее достоинствах очень сложно договориться. Вот хотя бы на этом этапе. А человек, она уже взрослая, 27. Как гибкости не хватило в танце, так мне кажется, что в будущем гибкости не будет хватать в совместном проживании. Роза. Все то же самое. Вообще для женщины самое страшное, когда ее не хотят, когда она не сексуальна. Пример Ирины, 27 лет, это уже второй ряд, подходит к третьему на моем рынке. Как раз и говорит о том, что формировать нужно женственность. Если Павел готов идти на компромиссы, и он не такой жесткий кремень-парень, да, и ты ему понравилась, он выберет на самом деле. Ирина очень разноплановый человек. В ней много и мужественности, и какой-то агрессии, но она, кстати, не является неуживчивой. Она достаточно легко соглашается в личных отношениях, просто попыталась себя продемонстрировать дерзкость. Ее можно и нужно рассматривать как невесту и брать замуж, когда в ней проснется материнский инстинкт. Мне не понравилось, что мужчина ставится на один ринг вместе с собакой. Пусть он победит мою собачку, тогда она уйдет из постели. Мне кажется, вообще, в принципе, равнять человека и собаку совершенно неправильно. Это вот что-то за областью правильных представлений о жизни. Но все остальное, можно сказать, возраст уже в паспорте приличный, а для отношений серьезных еще нет глубокого дозревания. Когда мужчина хочет жениться, это будет зависеть, не будет зависеть от времени, отстоятельства. Его силком не надо тянуть. Зачем? Женить на себе. Встречайте, вторую невесту. Здравствуй, Павел. Меня зовут Наталья. Я шкатулка с сюрпризом. Главное правильно подобрать ключик. Привет, Павел. Спасибо. Проходите. Наталья. 38 лет. По образованию технолог хлебопекарного и макаронного производства. Работает тренером в фитнес-центре. Является мастером спорта международного класса по бодибилдингу и президентом лиги рестлинга. Обожает вязание, кулинарию и советское кино. Предупреждает, что очень темпераментно и не терпит лодыри. Первый избранник постоянно изменял Натальи. Второй систематически избивал ее. Надеется, что с Павлом оно, наконец, обретет свое женское счастье. Здравствуйте, дорогая. Вы прям как красная шапочка. Пирожок и горшочек масла. Давайте я с пирожками разберусь. А вы пока вы сидите, сидите. Я могу. Можно я как-то снял? А шапку принесли, да. Это я пекла сама. Ого. Турчик с протеиновой основой. Одного не могу понять. Как вас какой-то прыщ мог избивать? Мне кажется, вы просто... Мальцы был не прыщ. Вы просто не прыщ? То есть он еще был круче вас? Он был чемпионом земного шара, что ли? Я теперь ничего и с мужчиной, потому что он боксер и культурист. И не совсем здоровый с головой. Не, ну все равно. А вы защищались? Ну, если бы я, скажем, попыталась что-то сделать, это был бы хук справа-слева и был бы труп. А так я живая. А за что любили его? Ну, знаете, есть такие люди, которые изначально скрывают свою суть. То есть вот он нарисовал картинку, он такой замечательный, он всем улыбается, он такой весь приветливый. И даже потом, я уже потом поняла, что у человека действительно серьезная проблема с психикой. И я пришла к психологу, она взяла его фотографию, я рассказываю о своей жизни, там мне 35 лет, я там никогда не была замужем, она меня как бы не слушает. Она говорит мне, Наташа, вы жить хотите? Я говорю, конечно. Она говорит, бегите от него. Через полгода я убежала, действительно убегала. Я жила в зале, я жила у друзей. Послушайте, ну всем, я просто всем говорю, если мужчина один раз на тебя, ну, во-первых, его мужчиной это назвать нельзя, рук, он будет это делать регулярно. Вот просто убегаете, будет валяться в ногах, при том, чем более жестокий и подонистый, тем он изощреннее в вымаливании прощения. Чувствуешь дух соперничества? Нет, я просто внимательно слушаю, что там с психикой. Везде, где вы стремитесь быть. Вот вы однажды проснулись, посмотрели на себя в зеркало и решили стать другим человеком. Это было так. В 12 лет я сижу на полу у телевизора, что-то там, не помню, выкрики какие-то рисовала. Родители на диване, 88-й год. И тут каким-то чудом, посмотрите, когда у нас было два канала, показывают культуристов. Сейчас-то я уже вспоминаю, что там был Шон Рей, еще звезды. Культуристов или культуристок? И тех, и тех. Я в жизни такого не видел. Я вот сел, говорю, это что? Атец сидит и говорит, подумаешь, мышцы, он даже мешка сахара не поднимет. Они с печенными крыльями накачиваются. Но я-то, папины слова, я же поверила в это. Но дело-то не в этом, в голову-то запало. Я как увидел эту спину, я как увидел эти руки. Я увидел эти улыбки на сцене, я говорю, боже мой, что это? В смысле, это красиво, я чуть не пойму. Я убилась. Во-первых, мне это шокировало. Шокировало, видать, если я сейчас такая перед вами. Шокировало позитивно. Я 9 лет, я 9 лет мечтала об этом. И когда я вслух высказала отцу, что хочу быть такой, а я всегда была очень толщая, субтимная. Он не сказал, прокляну. Он говорит, Наташа, туда надо идти, людям полным. Они из жира качают мышцы, а ты худая, куда ты пойдешь, у тебя ничего не получится. Дорогой, понесли тебя. Дорогой, приеду кушать. Занесла, поели. Занесла. Наташечка, а вот для здоровья, на здоровье, это никак не влияет на вашу? Знаете, я вам могу сказать такую вещь. То есть вы... Абсолютно честно. Я избавилась от одного заболевания. Мне в 18 лет поставили бронхиальную астму. Скажу честно, я не хотела жить. И вот 21 год. Думаю, ну что делать? Ну астма у меня уже есть, я от нее уже не избавлюсь. Ну что же мне делать со своей жизнью? Ну кому я нужна? Я думаю, ай, пофиг. Астма есть, пойду в зал и не жалею, буду заниматься. Я себя не жалела. Я понимала, что... Ну вылечил шарта астмы. А в итоге я вообще не знаю, что это такое. Скажите, а вот по-женски вы можете, допустим, выносить ребенка и родить? Все можем. Ну слушайте, а в 38 лет уже пора бы... Я вижу, внуки у них хотели. Я думаю, что у нее вообще, в принципе, это и к сексу желания нет как такового. А у вас это мышцы или жир? Ну вы подругой? Ну тут жир, да. А можно я, Наташа, не лопну? А можно я тоже поправлю? Ну вот. Вот как всегда. Там вообще камень. Ну ладно, ну что вы начинаете? А это каменное сердце. Там, наверное, вот так вот. Да, да, я думаю, что дерево. Извините. Скажите, а вот что любите из девчачьего? Да все люблю. Вот сейчас у меня сняли серьги и сняли браслеты, потому что они болтаются. Вот понимаете. Ну вот это платье мое. Не подумайте, что сняла с плеча подруги. Скажу больше. В спортивном вообще не хожу. Если бы на работе можно было работать в юбках и в платьях, я бы это делал. Но если бы завтра в платьях, я бы гуляю. А Наташа, как народ реагирует? Вот вы идете, допустим. А вы как отреагировали? Я думала, что вы уж не опросите. Я думала, что мужчина пришел. Ну, не. Ну правда, мне по-честному, правда. Вот, ну, без поноски. Не, ну я бы вот так вот развернулась бы и пошла бы за вами. И так, ла-ла, как будто витрина растет. Но я бы за вами пошла. А давайте видео посмотрим. Даже видео есть? Да. Да вы что? Что же вы там наснимали? Нас две недели я хожу к косметологу. Ну, а теперь я займусь собой. Пока. Скажите, а вам какой тип мужчины близок, нравится? Ваш сексуальный психотип? Ну, вы знаете... Потому что, говорят, противоположности притягивают. Да нет, ну, 18 лет, наверное, на всех мужчин западаешь, да? А в 38 ты уже, если душа легла, то и, соответственно, возникло желание. Наташа, ну, Паш, ты понравился. Мужчина мне нравится. А мне прям... Ну как, я не могу прям сразу открыть вам все карты. Ну, очень понравился. Мне кажется, он не решится за ней выйти. Да. Конечно. Осталось на сюрприз посмотреть. Ну, а сейчас, Павел, я хочу познакомить тебя со своей семьей. С удовольствием. Это мои чудненькие доченьки. И вот одна умная женщина мне сказала, Наташа, чтобы многое понять о мужчине, посмотри, как он обращается с животными. Может быть, где-то подсознательно я потому завела собаку, чтобы понять, а может ли мой избранник быть добрым и милым со мной? Ну, вот, собственно, пока еще так. И я предлагаю, может быть, мы попробуем одеть им. Ну, я так понимаю, это вот там бума на маленькую, да? Да. Вот и моя тренировочка как раз перед твоим. Да, да. Плаки. Да, пусть пока на чужой собаке потренируется. Никушенька, не бойся, не бойся, маленькая, не переживайся, не переживайся. А вы видите, какой внимательный, какой нежный мужчина? Несмотря на то, что сильный внутри. Мы это сразу заметили. Ну, заставлять Павла одевать мою собаку я бы не стала. Спасибо, Наташенька, проходите в свою комнату с подружкой, спасибо. Пойдем, Сноточка, пойдем, моя, ой, пойдем. Ой-ой, сколько он так быстро, маленькая. Ой. Ой. Паша, ну я от вас не ожидала. У вас столько нежности, столько, ну не знаю, какой-то внутренней, вот такой мужской заботливости, редчайшее качество. Честно говоря, на фоне Натальи даже я себя женственно почувствую. Ну как, какой-то титанического труда стоит поддерживать эту форму, потому что, ну как спортсмены, я думаю, мы согласимся, да, все. Я вот себе такого позволить не могу. Вот прийти домой... Это ее хлеб, это ее профессия. Согласен. Стас, что скажешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, во-первых, когда зашла, сразу вспомнил фильм Туцци. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень женственная натура. Море очарования. Очень. Море очарования. Просто очарования. Вот я бы хотела с ней дружить, невозможно. Вот мне бы такую подружку. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы заметили, иногда, иногда бывает, встречаешь человека, вот только кого-то встретил, и неприятен человек, чисто визуально. Но через какое-то, там, 2-3 минуты общения ты начинаешь в него влюбляться. Потому что мы все-таки, сейчас я хотел сказать одно, теперь я чувствую, что я так переобуваюсь, и говорю совсем другое. Ну, потому что я говорю то, что из меня идет. Мы первые 2-3 года живем хорошо, даже, может быть, год, с красивой, а все остальное время с умной. Доброй. Точно. С умной и доброй. Олег, а вы что скажете, как вам? Вы прям тоже притихли. Дело в том, что как бы сразу же видно, что человек прошел через многое. И только поэтому человек раскрылся и представляет из себя то, что сейчас представляет. А вот будущее таких спортсменок? Все зависит от уровня, от того, чем человек занимается. Ее уровень, ты 15 раз спрашиваю, будущее. Очень серьезный, очень серьезный уровень, поэтому как бы... Лариса, скорее всего, карьера тренера, а потом, возможно, владельца фитнеса. Да, да, наверное. Ну вот. А здоровье? Внешний вид здоровья. А здоровье-то подорвано, потому что все равно видно, что генетика и гормон там, там такое количество тестостерона, а эстроген подавлен очень мощно. Если подавлен эстроген, я не знаю, о каких детях можно говорить сейчас. Посмотри, какое. Ей нужны друзья, ей нужен мужчина, потому что внутри вот эта карьера, этот путь от нее требует не только самоотречения, но отречения от всего, что ей было близко до сих пор. Я считаю, что сейчас уже определенный уровень достигнут, уровень высокий. Ей нужно окружать себя близкими не только животными, но и точно друзьями. И я рада, что с ней пришла подруга. И я очень напросилась в подруге. Наташа, я напросилась. И ты будешь номером два. Паша, у нас еще есть одна невеста, и я вам предлагаю пойти познакомиться. Добрый день, Павел. Меня зовут Татьяна, я очень рада нашему знакомству. Спасибо. Спасибо. Татьяна 25 лет. Работает помощником директора в строительной компании. Играет в большой теннис и волейбол, обожает велопрогулки и танцы. Гордится тем, что никогда не проходит мимо бездомных животных. Мечтает о счастливой семье и быстро привыкает к переменам. Татьяна долго терпела измены первого возлюбленного и неуправляемую жестокость второго. Надеется, что за брутальной внешностью Павла скрывается доброе и нежное сердце. Здравствуйте, Танечка. Здравствуйте. Я хотела бы вам преподнести маленькие пандалки. Трофетки, наверное. Добрая. Добрая такая, да, заботливая. Самая, по-моему, младшая, да? Что же было милого и прекрасного такого в вашем ухажере, что вы терпели его измены? Ну, начнем с того, что мне было 18 лет. Я совсем была юна. Этот человек был у меня намного старше. Ему было 30 лет. Вот. И мне кажется, я просто была неопытная. И человек до такой степени добивался меня, что даже не могла от него никак отказаться. Щедр? Да. Первый был изменщик, а второй? Со вторым мы тоже познакомились благодаря подружке моей. Он нашел меня в социальных сетях, после чего попросил подругу познакомить нас. Мне было 24, ему 23. И после этого как-то у нас завязались отношения. Мы жили с ним вместе. Он очень ревнивый человек. Он, наверное, меня больше считал какой-то собственностью. Внешне довольно-таки элегантно. Утонченная натура. Утонченная натура, да. Я думала, он творческий человек. Я должна была сидеть только дома. Я не должна была ни выходить, ничего. А на работу можно было ходить? Ну вот работа – это отдельный нюанс. Потому что я работаю в строительной сфере. В основном у меня… Мужчины. Мужчины. Это однозначно. Я управляю ими. И любой звонок, который был от моего какого-нибудь прораба или от кого-нибудь еще, это превращалось в ссору. У него были рукоприкладства, да. А скажите, а почему не сбежали после первого… Я бежала. Но человек возвращался, я вот часа могла не пройти, как он стоял около дома и извинялся. А я… И вы прощали. Ну, видишь, терпит до последнего. Так тоже нельзя. А что стало последней каплей, когда вы сбежали от него? В последний момент эта капля была просто… Когда… По домам, там, где мы жили, были бездомные котята. Их было, по-моему, три или четыре штуки. Был дождь, была сырая погода, и они просто были под дождем. Я их забрала и отнесла в подвал спрятать. А вы у него жили или он у вас? У него. Порыли своего очередного какого-то гнева. Я просто сказала, что я ухожу, а он говорит, уйдешь, я сейчас убью этих котят. И он просто манипулировал, он просто схватил этих котят и говорит, я сейчас буду их убивать. Абсолютно некрасиво. Это какая-то жестокая молодая человек. На это есть статья «Жестокое обращение с животными». Покажите сюрприз. Да, поем для сюрпризов им нужно. Сейчас мы не все вам сказали, мы не успеваем. Я думаю, время будет. Ну, может быть, все возможно, как карты рядом. У нее мадраж, если честно, трясется. Она решила потанцевать. У меня сейчас мода на собачек, на маленьких, карманных, красиво, мне нравится. Девушка с собачкой. Нет, для меня как душа на что-то. Это как, ну, приходит, она тебя ждет. Спасибо. Спасибо, Танечка. Забирайте своих подруг, цветы и ждите решение Павла в комнате. Стас, как вам, Татьяна? Замечательная девушка. Но, вот, честно говоря, мне как-то, мне кажется, что она не совсем будет разделять интересы Пашины в плане спорта. А вы что скажете, Олег? Девушка очень интересная и действительно девушка, которая очень нежная, очень ласковая. Что касается спорта, вы знаете, спорт, он доставляет безумное удовольствие, когда человек в него втягивается. Я думаю, что Паша сможет привить ей это желание. Паша, вот тот вариант самый, когда я вам предложила в самом начале, перед тем, как начать знакомиться с девушками. Вот, Татьяна, да не фанатка спорта, хорошо сложена, худенькая, если вас полюбит, действительно будет рядом с вами. Но фанатеть, навряд ли ее сможете застать. Я думаю, что у нее есть другие какие-то интересы. Я думаю, она прекрасно бы вам подошла. Я тоже считаю, что, Танечка, вам подходит. Знаете, вы стереотипно мыслите, вот так вот. Да, она провинциальна. То есть, но вот переделать ее, сделать в московском стиле достаточно все быстро. Для этого есть специалисты, а у вас есть деньги и возможности, в общем-то. Тань, вообще, тебе жених понравился? Да, очень понравился. Очень хороший молодой человек. Ты за ним, я так понимаю, выдержишь, если она не дойдет. Уверена? Да. Я не могу вам абсолютно полностью Татьяну рекомендовать, потому что мне не хватает нечто вот этого самого мягкого обаяния до образа идеальной вашей девушки. Но, в конце концов, рядом с приятным мужчиной женщина может сама в себе это развить. Павел должен зайти к нам, потому что мы лучшие. Стас, мне очень приятно, что вы были искренне заинтересованы в ситуации Павла, что вы очень внимательно были к девушкам, которые пришли. Дорогого стоит. Поэтому меня ваша искренность просто покорилась. И я так думаю, что вы сейчас дадите правильный совет Паше, к кому пойти. Я безумно люблю свою жену Юлечку, и, вы знаете, вот ничто не проходит. То есть, я сейчас говорю, у меня мурашки потело, потому что я вот как любил, так и люблю. Поэтому, конечно, Пашка, я хочу сейчас вот именно спросить у тебя, есть ли именно то, что притягивает? Вот кому сейчас тебя притягивает? Ну, вот на данный момент пока остановила, все-таки на первой, наверное, комнатке, потому что, ну, говорю, есть общие интересы, есть, наверное, какое-то что-то общее в характере. То есть, экстрим жизненный, какой-то вот жизненный драйв. Да, это я. Коллег, а вы? Я думаю, что у первой девушки просто были не те парни в отношениях. Паша, думаю, будет именно тем человеком, который сможет и ею завладеть, и дать ей свой интерес, и они найдут как раз совокупность. Да, потому что идеальных людей не бывает, поэтому, ну да, так двигается, а что, прям все приходят в брак идеальными, прекрасными, прелестными. А брак, ну, подразумевается, это игра, в хорошем смысле слова, в долгую. Поэтому научиться, что-то подкорректируйте под себя, подомойте. Да? Я всегда своим женихам говорю. Вы знаете, если ваша жизнь после свадьбы качественно улучшилась, хорошую жену взяли, ухудшилась, где ваши глазки были, на что смотрели. Вот, боюсь, Паш, что сейчас как раз вот ты смотришь немножечко не на то, а Танечка бы вполне могла бы и про диету, не про диету и так далее. Говорят же, что про лица лучше невеста у нас, поэтому я Татьяна. Я тоже была поначалу за Татьяну, но не смею, если и друзья вам, и ваш глаз горит на Ирину, не смею вам советовать Татьяну. Хотя, мне кажется, для жены в Татьяне есть и женственность, и навряд ли она говорит своим подчиненным, осторожненько, цементик не расплескать на земельку. Тогда прогорят все сроки. Понимаешь, поэтому я думаю, что это в ней тоже есть. Василиса, а что звезды? Редкий случай вы, когда у мужчины интуиция все-таки работает. Чаще она работает у женщин. Очень. На мой взгляд, из троих кандидатов, хотя идеала мы здесь не увидели, как это часто бывает, больше всех вам подошла бы Ирина. И в ней вот эта самая женственность, и в ней эта мягкость, пускай сейчас пока еще скрытая, со временем обязательно раскроется. Но только учитывайте, пожалуйста, что вот эта идентификация «я мама», а мама здесь главная, она с ней останется всегда. Я за равноправие, мне кажется, все равно. Я считаю, что мужчина должен быть главным. Вы пока подумайте, мама ли должна быть главной в вашей семейной жизни, будущей, а я постараюсь дать ответ на вопрос всем нашим зрителям, как это обычно делаю с помощью карт Таро. Передо мной сейчас хитрая колода. Хитрая, потому что она дает ответ на вопросы только действительно серьезные. И если вы задаете вопрос от любопытства или просто так, так и знайте, ответа не будет. Итак, задумайте, пожалуйста, сейчас вопрос, каждый свой, разумеется, а я постараюсь... А можно я вытащу? Нет, только ты можешь. Хорошо. Это карта частая гостья у нас на программе, карта влюбленных. Но, как я уже говорила, в колоде Таро она обозначает совершенно не любовь. Она чаще говорит о выборе. Здесь же, в этой колоде, она намекает, что нужно искать друга для помощи, а не действовать в одиночку. И этот друг должен обладать иной точкой зрения на вопрос, чем вы. Если вопрос задан о любви, то решает женщина. На заднем плане карты изображены два пингвина, а мифологически считается, что у пингвинов самка делает выбор самца. Поэтому вот в любовных темах решает женщина. И если вопрос о начинаниях, о том, чтобы открыть какой-то новый путь, то, к сожалению, пингвин – птица невысокого полета, поэтому большого хода у начинаний может не быть. Спасибо. Я думаю, что вы уже определились с выбором. Проходите, мы в любом случае вас поддержим. Мы не знаем, выйдет Павел один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти поддержать его. Ура! Класс! Я так и знала, что ты выйдешь за мной. У нас есть пара – Павел и Ирина. И их поздравляет Стас Катюшкин. Проект «Одесса». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...